Ну здравствуйте, здравствуйте. Давненько мы с вами не виделись. О, а как вы сюда попали? Неужели по сканеру отпечатка пальцев? Ну ладно, так уж и быть. Давайте заходите, присаливайтесь поудобней, а я вам сейчас обо всем по порядку расскажу. Народ, всем привет! Сегодня у меня на обзоре достаточно интересный девайс, который подойдет как обычным людям, так и компаниям. И вы стопудово раньше с таким никогда не сталкивались, и очень даже зря. Значит, как вы уже поняли из названия этого видео, речь сегодня пойдет про умный замок от компании KADOS. Модель называется K95W. Установив такой умный замок, вы получаете аж целых 4 способа открытия двери. У него есть Wi-Fi, сканер отпечатка пальцев и еще много чего интересного. В этом видео я вам расскажу про него более детально, как его настроить, как установить и как он вообще работает. Поэтому, друзья, если вам такая тема интересна, то как всегда, нажимайте палец наверх, подписывайтесь на канал, кто до сих пор еще не подписан, ну и берите что-нибудь вкусненькое. А сейчас, друзья, погнали к обзору! Рекомендую приобретать замки у официального дилера электронных замков KADOS в России, интернет-магазин KADOS.ru, так как там предоставляется бесплатная доставка и полноценная техническая поддержка, а также помогают с установкой. На сайте KADOS.ru имеется широкий модельный ряд. Замки подходят не только для использования дома, но и для коммерческих целей, в офисах и на производстве. Умный электронный замок KADOS K95W выпускается в двух расцветках. Это черный, как у меня, и еще бывает бронзового цвета. Перед тем, как рассказать вам про настройку умного замка и его установку, для начала я советую ознакомиться с комплектацией, но чтобы понимать, как дальше тут все устроено. В комплектацию у нас входит гарантийный талон в черном конверте, символизирующий некую премиальную покупку, потому что вещь, как сами понимаете, не дешевая. Также внутри у нас имеется специальная салфетка для ухода за наружными панелями замка. Далее входит инструкция, но посмотрев мое видео до конца, она вам скорее всего не понадобится. Также в комплектацию производитель положил специальный трафарет, для удобной разметки и врезки замка в дверь, а также для установки умных панелей. Далее у нас идет самое интересное. Это две наружных панели, которые устанавливаются на вашу дверь. Одна панель устанавливается в общем коридоре, она оснащена сенсорным вводом кода пароля, сканером отпечатка пальца, динамиком, разъемом microUSB для резервного питания, а также личинкой в нижней части. Вторая панель устанавливается внутри вашего помещения. Она оснащена сенсором для простого открытия изнутри, аварийной ручкой, кнопками открыть-закрыть, а также отсеком для установки батареек. Батарейки, если что, в комплект не входят. Также у нас имеются ударные пластины, сам замок, ну или так называемая его врезная часть. Ну и помимо этого в комплект входят все необходимые мелкие детали для установки умного электронного замка. Также этот замок комплектуется двумя RFID-карточками и двумя механическими ключами. Ну а теперь, народ, давайте рассмотрим сам процесс настройки умного замка. Для этого нам понадобится, собственно, сам замок, который имеет вот такой вот провод. Также нам понадобятся две панели. Одна панель будет устанавливаться на вашу дверь в общем коридоре, а вторая панель будет установлена непосредственно в вашей квартире. Больше пока что из комплекта нам ничего не понадобится. Если вдруг вы решите купить себе точно такой же умный дверной замок, то советую вам сделать все точно так же, как я вам сейчас буду рассказывать. Потому что, во-первых, вы вас можете сразу себе настроить и не будете этим заниматься в общем коридоре, что, собственно, может помешать вашим соседям. А во-вторых, вы вас можете сразу проверить на работоспособность. А то представьте себе такую ситуацию. Вы просверлили свою дверь, установили умный замок, а потом, бац, оказалось, что он не рабочий. Нужно будет отправлять по гарантии. Поэтому для нас самое главное, чтобы вот эти две панели и сам замок работали абсолютно исправно. Что нам для этого понадобится? Нам понадобится взять эту панель. Чтобы вам все было хорошо видно, я специально уберу вот эту заглушку резиновую. Можете обратить внимание, здесь на плате написано фронт-панель, а с этой стороны мотор. То есть мы берем фронтальную панель, которая устанавливается в общем коридоре. Подключаем непосредственно вот в эту часть. Ну и сюда у нас подключается непосредственно сам замок. Как видите, народ, все это дело я подключил. И сейчас мне понадобится установить сюда 8 элементов питания для того, чтобы управлять умным замком. Устанавливаем батарейки типа АА. Это обычные такие пальчиковые. Можно поставить и 4 штучки. Да, на 4 штучках тоже этот умный замок работает. Но я предпочитаю сразу поставить 8 штук, чтобы замок работал как можно дольше. То есть видите, у меня он уже загорелся. Поскольку я уже настраивал этот умный замок, то есть у меня здесь уже стоит пин-код, у меня здесь стоят некоторые настройки, палец отпечатка пальцев. Я сейчас предлагаю сделать сброс до заводских настроек. Заодно покажу, как это делается. И вместе с вами настроим уже этот замок, как бы непосредственно, так скажем, под вас. Для того, чтобы сбросить умный замок на будущее, запомните, вдруг кому-то моя инструкция понадобится, вам нужно взять какую-нибудь булавку либо скрепку и быстро два раза по два быстрых раза нажать вот в эту маленькую дырочку. Если вам видно. То есть нажимаем, получается, раз-раз и еще раз-раз-раз. Как бы это все делается быстро. Теперь нам нужно ввести мастер-пин-код. Он базовый. Пока мы его не ведем, мы не сможем пользоваться этим умным замком. Базовый пин-код это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Но для того, чтобы его активировать, нужно нажать два раза звездочку и потом уже для подтверждения решетка. То есть это делается вот таким вот образом. Панель вызывается. Звездочка, звездочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Решетка. Теперь нам нужно изменить пин-код уже на какой-то свой, чтобы в дальнейшем управлять этим замком. И кроме вас никто это не смог сделать. Вводим какой-нибудь свой пин-код. Ну, пускай будет 1, 4, 2, 5, 3, 6. Потом можно изменить. Теперь нужно повторить. Все, готово. Нам нужно выбрать цифру 2 для того, чтобы выбрать язык. Раша, нам нужно 3. Установка прошла успешно. Для пользовательских настроек нажмите 1. Для настройки языка нажмите 2. Для дополнительных настроек нажмите 4. Чтобы вернуться в предыдущее меню, нажмите клавишу звездочка. Давайте нажмем цифру 1. Добавить обычного, обычного пользователя, нажмите 1. Добавить однократно обычного пользователя, нажмите 2. Чтобы изменить главный пин-код, нажмите 4. Чтобы удалить пользователя, нажмите 5. Включить двойную проверку, нажмите 6. Подключить автоматический режим, нажмите 7. Чтобы вернуться в предыдущее меню, нажмите клавишу звездочка. Я думаю, тут не нужно вам как-то все комментировать, потому что, в принципе, это все делает умный замок. Я думаю, что вы хорошо все слышите. Выберем цифру 1. Пожалуйста, нажмите ваш отпечаток пальца или введите пин-код. Или используйте вашу карту. Чтобы вернуться в предыдущее меню, нажмите... Это сканер отпечатка пальцев, если что. Уберите и снова поместите палец в насчитыватель. То есть мы его сейчас добавляем, как бы мой палец. И снова поместите... Уберите и снова... Уберите, уберите и... Уберите, уберите и снова... Регистрация прошла успешно. Все, отлично. Добавить обычного пользователя, нажмите 1. Нам нужно вернуться назад. Звездочка. Для пользовательских настроек, нажмите 1. Для настройки языка, нажмите 2. Для дополнительных настроек, нажмите 4. Чтобы вернуться в предыдущее меню, нажмите клавишу звездочка. Перед тем, как присоединиться к сети, вам понадобится сперва установить приложение Кадос, которое доступно как для iOS, так и для Android. Вы можете это сделать еще до распаковки умного замка, чтобы в дальнейшем процесс загрузки приложения и регистрации в системе Кадос не отнимал у вас много времени. После установки, вам необходимо зайти в приложение и пройти простую регистрацию. Нажимаем зарегистрироваться. Вводим свою электронную почту и после этого сразу запрашиваем код для подтверждения. А ниже вводим свой пароль. После регистрации, мы можем сразу войти в систему. Далее нажимаем добавить устройство. Выбираем версию с Wi-Fi. И после этого сканируем QR-код, который имеется на внутренней панели. Ну а после этого нажимаем далее. Тут же параллельно мы входим на умном замке в основное меню. И в разделе дополнительные настройки, где вас спрашивают, чтобы присоединиться к сети, нажмите 1. Вы выбираете данное действие. И на этом этапе приложение сразу начинает сканировать ближайшие устройства. Вы выбираете подключиться к Wi-Fi сети Кадоса. Далее нужно будет ввести свой мастер пин-код, который мы заводили с вами ранее. И нажимаете кнопку далее. На данном этапе мы вводим свой пароль от нашей сети Wi-Fi. После этого вы услышите уведомление об успешной установке. Установка прошла успешно. Далее вам нужно будет придумать имя замка. Я назвал его квартира. Это сделано специально для того, чтобы понимать, каким замком вы хотите управлять. Если у вас их, например, два и более. Как видите, ничего сложного в этом нет. Принцип настройки приложения практически такой же, как и у большинства девайсов для умного дома. Да, приложение пока что только на английском языке. Но тут, в принципе, все логично понятно. Чуть позже расскажу, что можно тут делать. Вот так вот, народ, у меня выглядит действующий замок. Само собой, мы его сейчас будем отсюда убирать и устанавливать новый умный замок. Я сейчас тут все померил, прикинул. Вроде бы как все должно подойти. Потому что, сами понимаете, если я сниму вот эти все заглушки, ручку, замки все уберу, то как бы на этой деревянной панели останутся дырки. А мне бы этого не хотелось. Поэтому новая панель от замка, она должна все это как бы закрыть. Но есть и другой вариант. Если вдруг получится так, что на торцевой стороне, то есть вот на этой, если что-то подходить не будет, давайте я вам сейчас покажу с этой стороны. То есть вот видите, у меня старый замок стоит здесь. Если нужно его будет как-то там поднимать выше, ниже, ну то есть в общем что-то здесь менять, то соответственно будет другой расклад. Придется либо этот замок оставить, соответственно панель поставить вот так вот выше, и она закроет верхнюю часть. Либо наоборот верхний убрать, поставить в панель от замка нового досюда, и этот замок еще останется. В принципе и тот, и другой вариант тоже неплохой, но хотелось бы наверное все-таки, чтобы закрылась полностью вся вот эта вот часть. Конечно самый идеальный вариант это было бы поставить умный замок на новую дверь, но нам как бы дверь менять пока что как бы не хотелось. Эта дверь стоит от застройщика, она нас в принципе устраивает, поэтому будем решать уже по мере, так скажем, необходимости. Посмотрим, если что уберем либо верхний, либо нижний, может быть получится и тот, и другой убрать. Так что друзья, не будем тянуть, погнали к разбору. Чтобы установить новый умный замок, вам не обязательно вызывать мастера. Достаточно будет иметь необходимые инструменты под рукой, время и желание сделать все самостоятельно. Но если в чем-то сомневаетесь, то конечно лучшим решением будет вызвать специалиста по установке замков. Опять же специальных навыков иметь ему не обязательно, так как принцип установки умного замка ничем не отличается от обычного. Сперва вам нужно будет снять все старые накладки, ручки и вытащить прошлые замки. Далее вам нужно будет взять трафарет и прикинуть, где лучше установить новый замок с панелью и сделать отметки для будущих отверстий. Для разметки в резной части замка нужно выдавить из шаблона полоску, которую вы видите у себя сейчас на экране. Ну а теперь мы можем начинать работать. Для этого нам понадобится дрель и минимально необходимые инструменты. Поскольку у меня нет ни болгарки, ни других профессиональных инструментов, но при этом есть большое желание сэкономить 7000 рублей, я решил пойти колхозным методом. Взял ножовку по металлу и выпилил небольшой кусочек в торцевой части двери. Тем самым подняв замок на такой уровень, на котором его панели смогут закрыть отверстия от прошлых ручек и накладок. В нижнюю часть изнутри пришлось вставить металлическую пластину, иначе замок держался бы на весу. Моя дешевая дрель не выдержала таких сильных нагрузок, поэтому мне пришлось купить новую, более мощную. А еще я хотел бы вас предупредить о соблюдении техники безопасности, каким бы профессионалом вы бы не были. Обязательно надевайте защитные очки, так как во все стороны летит металлическая стружка. А еще в процессе работы у меня сломалось два сверла, одно из которых внутри двери зацепило ребро жесткости, поэтому будьте осторожны. Эта работа была самая тяжелая. В будущем я планирую заполнить внутренние пустоты монтажной пенной, так как от прошлых замков осталось много свободного места. Теперь переходим к сборке замка. И чтобы вам было все хорошо и наглядно видно, я соберу замок у себя на столе. А вы по этой аналогии можете сразу устанавливать его на дверь. Первое, что вам нужно сделать, это посмотреть в какую сторону открывается и закрывается ваша дверь. Если дверь открывается изнутри слева направо от себя, то есть как у меня, то вам необходимо повернуть защелку в резной части на 180 градусов. Делается это очень легко. Берете из комплекта шестигранный ключ, откручиваете три винта на лицевой стороне замка, вынимаете защелку и переворачиваете в другую сторону. Следующим этапом вам необходимо взять лицевую панель и вкрутить в нее соединительные винтовые болты. Но их нужно подобрать в зависимости от толщины вашей двери. После этого в середину отверстия вам необходимо поместить пружину давления, а также установить туда квадратный вал. Опять же в зависимости от толщины вашей двери. Далее вам необходимо пропустить все провода и с другой стороны установить монтажную пластину. Ко второй панели нужно будет подключить соединительные кабели, после этого вставить пружину и квадратный вал в соответствующие отверстия. Их нужно будет подбирать опять же в зависимости от толщины вашей двери. Ну и далее вам останется только соединить две панели винтами в нижней и верхней части и после этого установить элементы питания. В целом у вас должно все получиться, как показано на чертеже. Ну все, друзья, как видите, замок я установил, все у меня получилось ровно, красиво, именно так, как я и хотел. Единственное, что я не стал делать, это устанавливать накладку на торцевую часть вот этой коробки, просто потому что у меня уже нет ни сил, ни времени, чтобы этим всем заниматься. Возможно, когда-нибудь в будущем, когда у меня появится время, я установлю эту накладку. Но опять же, делать этого не обязательно, потому что замок работает и так, и справа, а накладка нужна чисто для того, чтобы сделать красивый внешний вид, ну и чтобы не было лишних дыр. Ну а теперь давайте я вам расскажу, как работает этот умный замок в реальной жизни. И первое, значит, друзья, то, что я вам хочу рассказать, это то, что данный замок я перевел на ручной режим. Что это значит? Это значит то, что у данного замка есть два режима, автоматический и ручной. Так, давайте не будем заниматься тавтологией, сразу перейдем непосредственно к примерам. Если мы вдруг представим себе ситуацию, что к вам кто-то приехал погостить, ну допустим, пускай это будет мама, и вы не дали ей ключ, не дали карточку RFID, не завели пин-код, не завели палец на сканер отпечатка пальцев, в общем, у нее ничего нет и связи с вами тоже нет. И по каким-то причинам она вдруг вышла в общий коридор, и вот как-то так получилось, что дверь захлопнулась. При автоматическом режиме у вас закрывается и защелка, и автоматически закрываются ригеля. И как вы понимаете, обратно попасть в квартиру уже не получится. При ручном режиме у вас закрывается только защелка, ригеля не закрываются. Чтобы их закрыть, нужно сделать дополнительные действия. И тут, как вы понимаете, можно в квартиру спокойненько попасть. То есть даже несмотря на то, что дверь как бы закрыта, вы просто касаетесь ладонью цифровой панели, и дверь у вас открывается. То есть если вы просто закрыли дверь и не стали закрывать ее полностью на ригеля, то к вам в квартиру может попасть абсолютно любой человек. И это в целом нормально, потому что нужно закрываться, нажимать кнопку Close. Но это если мы находимся внутри квартиры, если снаружи, то там я уже немножко позже расскажу. Да, безусловно, у каждого режима есть свои плюсы и минусы. Но я, как говорится, рассказываю на своем горьком опыте, который у меня случился еще в детстве, лет, наверное, в 5. У меня бабушка вышла в общий коридор, я случайно как бы дверь потянул, и она, короче, захлопнулась. Открыть изнутри я не знал, как это сделать. Вот мне был, ну, прям совсем маленький был, а у нее ключа не оказалось. В итоге ждали, когда придут родители с работы. Ну и вторая особенность, это то, что такой замок можно установить на любом этапе. Будь это готовая квартира, как у нас, ну или квартира от застройщика без ремонта как такового. То есть к этому замку не нужно будет проводить специальную проводку, что-то дополнительно устанавливать. Просто поставили замок на дверь, и можно будет пользоваться. Теперь давайте рассмотрим способы открытия и закрытия замка. Значит, первое. Если вдруг вам понадобилось выйти из квартиры, все, что вам нужно сделать, это просто приложить свою руку вот к этой панели, и большим пальцем прикоснуться к сканеру. То есть это, друзья, не сканер отпечатка пальцев. Это просто обычный сканер, который работает на прикосновение. Следующий вариант, если мы хотим выйти из квартиры, мы можем просто коснуться два раза кнопки Open. Таким образом, дверь у нас тоже открылась. Ну и третий вариант, который у нас остается, если вдруг у вас разрядились батарейки, вы можете открыть замок просто механической вот этой ручкой. Поворачиваете, замок открывается, ну, соответственно, вы выходите из квартиры. Чтобы закрыть нам эту дверь, нам достаточно просто коснуться кнопки Close. Дверь у нас будет закрыта. Ну а теперь давайте рассмотрим способы открытия и закрытия двери, но уже снаружи. Выходим в общий коридор. Значит, чтобы нам закрыть эту дверь, мы просто касаемся сканера отпечатка пальцев. Дверь закрыта. Дверь у нас закрылась. Чтобы попасть в квартиру, также прикладываем свой палец. Кликерификация прошла после. И заходим. А сейчас рассмотрим все остальные способы. Закрываем дверь. Чтобы нам закрыть дверь с помощью цифрового кода-пароля, достаточно будет просто ввести свой пин-код и решетку. Дверь закрыта. Чтобы попасть в квартиру, нам нужно будет набрать свой пин-код и решетку. Дверь закрыта. Теперь делаем то же самое с помощью Erfit метки. Прикладываем меточку. Дверь у нас открылась. Ну и последний способ, который у нас остается, это с помощью механического ключа. Если вдруг у вас, например, батарейки разъедились, просто вставляем его в нижнюю часть и поворачиваем. И у нас замок открывается. А вот и я. Ну и теперь, наверное, самый резонный вопрос. Как открыть замок, если вдруг вы, например, прилетели из отпуска, батарейки разрядились, а механический ключ вы просто потеряли где-то в отпуске. Что делать? Как быть? Друзья, на самом деле тут все просто. Вам нужно сходить к любым соседям, попросить у них на время кабель microUSB и абсолютно любой повербэнк. Далее подключаете этот аксессуар в нижнюю часть с внешней стороны и таким образом вы подаете резервное питание на свой умный замок. Далее все просто. Вводите свой код-пароль, ну либо прикладываете палец к сканеру отпечатка пальцев. Вот в принципе и все. В приложении мы можем отслеживать статус замка, следить за уровнем элементов питания и предоставлять временный пароль, который генерируется автоматически раз в 30 минут. Также мы можем посмотреть, сколько у нас заведено пин-кодов, карточек RFID и сканеров отпечатка пальцев. Тут же вы можете присвоить каждому свое имя. Это сделано специально для того, чтобы получать пуш-уведомления и знать, кто пришел в квартиру. Это пока что весь функционал, который имеется в приложении KADOS. Да, он небольшой, но очень сильно жду обновлений, чтобы можно было прямо через приложение дистанционно открывать и закрывать дверь или раздавать постоянный пароль. Ну что, друзья, как вам такое чудо? Мне будет интересно почитать ваши комментарии, но если вдруг кого-то из вас заинтересовал этот умный дверной замок KADOS K95W, то ссылочку на самое выгодное предложение, где его можно приобрести, я оставлю в описании под этим роликом. На сегодня все. С вами был, как всегда, Колян. Если видео вам понравилось, то не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться на мой канал. Вам не сложно, мне будет приятно. Ну и, конечно же, не забывайте про мой телеграм-канал. Ссылочка тоже будет в описании. Всем вам желаю удачи. Всем пока-пока.